Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Пашкевич Анна, и сегодня мы говорим на такую тему, как формирование растений перца. А конкретно мы раскрываем два способа формировки перца. Любая формировка перца начинается, как правило, снизу. Если семядольные листья самостоятельно не удалились, то мы можем их спокойно удалять. Также при необходимости для лучшего проветривания, в случае их закручивания или повреждения, мы можем удалить первую пару нижних настоящих листьев. По мере продвижения кверху до первой развилки нам необходимо удалить все боковые пасынки, которые будут оттягивать питание растения на себя. Как правило, в первой развилке всегда формируется коронный цветок. По-другому его могут называть королевский цветок, основной цветок и другими словами. Если рассаде хватало питания, вы ее качественно выращивали, то в развилке может сформироваться не один, а два и даже три коронных цветка. Поэтому нам необходимо удалить коронный цветок из развилки. В случае, если вы занимаетесь семеноводством перца, то имейте в виду, что самые лучшие семена перца формируются именно из коронного цветка. Поэтому можно оставить его на растении. При формировании перца в два стебля во вторых развилках также необходимо удалять цветки, которые будут оттягивать питание растения на свое формирование. Когда мы формируем перец в два стебля, мы оставляем, естественно, два самых сильных боковых побега. Все побеги, которые перец формирует вовнутрь, их необходимо будет удалить. Если мы хотим добиться равномерного завязывания и созревания плодов, то при дальнейшем формировании нашего перца можно приходить к такому агротехническому приему, как шахматное выщипывание цветков. Иными словами, мы выщипываем цветки в левом ярусе, оставляя в правом. И затем чередуем. Выщипываем в правом следующий и оставляем в левом. Таким образом, у вас будут в шахматном порядке завязываться плоды и также постепенно они будут в шахматном порядке созревать и радовать вас своим урожаем. Менее распространенный способ формирования перца это в один стебель, который будет крайне актуален для загущенных посадок. Когда мы формируем перец в один стебель, мы не выщипываем коронный цветок, оставляя его. Затем мы определяемся самым мощным, самым хорошо развитым стеблем и оставляем его. Остальные по мере их формирования мы удаляем. Таким образом, у нас будет также наблюдаться равномерное завязывание и возревание плодов. Мы добьемся более раннего возревания перца, в отличие от растений, которые сформированы в два стебля, в среднем на 10-14 дней. И перец, который вырастет на растениях, сформированных в один стебель, будет значительно больше по размерам и по весу. Попробуйте, убедитесь в этом сами. Надеюсь, с помощью этого видео вы успешно сформируете перца. А в следующем видео мы покажем, как их подкормить после формировки. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про лайки и подписки. Всего вам доброго и до новых встреч!